привет еще раз мы сегодня уже столько дел переделали с алексеем на фудбанк съездили мог банк для вас сняли и сейчас мчим в икею нам для всей семьи я на аукционе повыигрывала и постельное белье все и эти пододеяльники выиграла но пододеяльниками американцы пользуются но это не так распространено как в наших странах то есть запросто американец американцы могут жить и без пододеяльников у них такие огромные огромные простынки простынки на кровать которые они у них на резинке а есть еще такие просто материя такая ну как в нашем понимании простынка да наверно там манжетики сверху могут быть такими подогнутыми подшитыми вот и они такими большими простынями укрываются, а когда наступают холода, они просто на эту большую простынку сверху кладут теплое одеяло и вот таким образом просто простынку эту периодически стирают, а одеяло без пододеяльника сверху на простынке это и лежит, и получается, что с телом не соприкасается. Но так как мы люди с постсоветского пространства, нам это неудобно, мы покупаем пододеяльники, а здесь на каждом шагу в любом магазине пододеяльник не купишь, поэтому на аукционе я никак не могу выследить, отследить именно Мишуткин размер, одеяло, одеяло здесь у нас у Олега Квин, не, у Олега Кинг и у нас тоже Кинг, это большое двухспальное одеяло, а Миши тоже на аукционе я выигрывала Твин, и под Твин постельное пододеяльник подобрать, выиграть я никак не могу словить и выиграть. Вот, очень много сейчас смотрю, слышишь на этой неделе более 88 предложений по Квинам и Кингам. В основном Квины, в основном, наверное, процентов 80 Квины, это полуторки, и процентов 20 Кинги. Твина ни одного нету, а нам нужен именно Твин. Короче, мы с Алексеем решили ехать за 3-9 земель, 33 минуты от нашего дома ехать в Икея. Мы настолько привыкли, что все магазины у нас в 10-15 минутах, что это прям вот целое путешествие, так сказать. Это вот прям надо героизм проявить, чтобы поехать в Икею. И она, я так понимаю, в нашем, вообще, ближайшем округе единственная. Я другие посмотрела, там 88 миль, 100 с чем-то миль, а это получается 22 мили, 33 минуты ехать, и вот мы мчим, чтобы купить нашему Мишутке пододеяльник, потому что мы ему простынку, конечно, стелим, как вот холода наступили, вытащили одеяло, мы ему стелим простынку, сверху простынки это одеяло, но ребенок есть ребенок, он вертится, крутится, в итоге у него комочком простынка в ногах под утро, вот, а укрыт он целиком одеялом, которое не покрыто этим пододеяльником. Сказали, что в Икее огромный выбор, хорошие цены, езжайте, ну и заодно всем, кто соскучился по Икее, тоже сегодня покажем Икею. Сами прогуляемся, давным-давно уже, больше двух лет мы с тобой не были в Икее, да? Да больше даже. Да больше, да. В Турции, не помню, была Икея, нет? В Турции Икея не было, мы с тобой хоть приезжали там на несколько денечков в Москву, но не до Икеи было совершенно, хотя она тогда еще работала, вот, а до этого тоже не пойму, я не помню, когда мы, короче, года три, а то может даже больше, да? Да. Мы не были в Икее, тоже прогуляемся, посмотрим, посмотрим, вас познакомим с ассортиментом американским. В американской Икее мы не были, кстати, ни разу, полтора года мы здесь живем. А здесь есть эти же, как они, тефтирки? Да, да, я почему тебе сказала, поехали в Икею смотреть белье? Ну, во-первых, я знала давно, что там белье, какое хочешь, любой выбор, вот, и я в сторис у одной блогерши, увидела, что они туда поехали, тефтели кушали, не тефтели, фрикадельки с флажочком Швейцарии? Швеции? Ну, швецкую, да. С флажочком Швеции фрикадельки, тефтельки. Бабулечка такая прям за рулем, Хонда Одиссея, на минуточку. Вот, ладно, мы мчим, короче, будем вас держать в курсе. Я теперь вот блогер-блогер, видите, на айфончик свой все снимаю, памяти у меня много, болтать могу теперь много, копить могу много, вот, поэтому несколько мукбангов, а мукбанги у нас достаточно продолжительные, по времени большой объем памяти занимают, но вот могу копить и мукбанги, в том числе и влоги, так что будем вас держать в курсе. Сегодня мы прям, включаю блогера, и сегодня я прям блогер. Мы еще собираемся спортом позаниматься во второй половине дня, поэтому вы будете сегодня в курсе всех событий в нашей семье. Ну что, друзья, вот и Икея. Прям я немножко соскучилась даже. А ты? Идея от него. Давно не виделись. Тоже оформление, да? Я не удивлюсь, что если внутри весь мертендайзинг такой же, аналогичный, как в России. Ну, в России нет фэмили паркинга, а здесь вот есть. Да. Фэмили паркинг. Для семей здесь нет поближе, чтобы уйти потом. Ну, да. Вот такая огромная парковка. Шведский и американский флаг. Ага. Ой, небо такое красивое. На этом, на айфоне. Какой-то в карте рекламируют. 69 долларов. Стеллажик. А вон, что это за 3,99? Ну, я понимаю, вот эта емкость для, да, Олден Диш. Ага. Там здесь что-то больше. Для духовки. Сейчас непорядка для духовки. О, те же сантиметрики знакомые. Сантиметрики сумочки. Сумочку, наверное, бери. Сантиметр карандашик. Я не планировала. Хочешь, возьми, вдруг что-нибудь пригодится. Их не тяжело носить. Все, бумажку надо. Добро пожаловать в Икею. Реструн так же, как в России расположен, да? Нам наверх, да, по-моему? Смотри, там игрушки детям. Можно посидеть, поиграть. Ну, похоже, похоже. Как будто мы в России. Чашечка рубль 99. Смотри, 59 центов. Ты такое, по-моему, хотел, да? Что-то. Ролик для одежды. Я хотел. По-моему, да, нет? Да, ну чего я хотел? Я не помню, что-то чистить хотел. Ты спрашивал, я говорю, нет, у нас тут нету. Хотел, значит, надо. Что тут? Ну, все как в Икее. Все по-домашнему. Все расставлено. Бокальтики. Ага. Класс. Если мармит будем покупать, то вот такие свечки нужны будут, 49 центов берем. Мы не купили мармит. Ну, мармит нужен, пап, на мероприятиях. Какие дома, по-моему, есть? А? Свечки у нас дома. Таких нету. Для мармита. А с другой стороны, мы мармит купим, как там большие вот эти специальные мармитовские. С водой, который с горячей. С горячей водой, да. Кухоньки, и что же. Тут картики, и здесь столики. Ага. Похоже, похоже, да? Очень похоже. Вот тут вот в духовке, и вот тут уже по месту мы сделаем. Это духовка, и это... Подставка, смотри. Под планшет. А это просто духовка. Обычно же у нас под плитой. А здесь под плитой, что под плитой? Здесь под плитой посудный шкаф. Такой же бардак, как дома. Все как дома, да. А что такое? А, гриль! С огнем. А, снимается тоже. Прикольно. А что-то это пластиковая какая-то. Шлассно, да? Не гриль? Дрова, короче. Принесешь домой такое, да, дрова-то таким, что зажжешь. А это не предназначено, да? Ну да. Ну что-то не доставил, не попало, нет. Вот тут. Ой, черный пиарчик. Написано по-шведски вот этот, о, с кружочком с точками. Да, 2 200 стоит такая вот. До старого делать. Ну, тоже что-то. Конечно, мечта берем кулинарного блогера. Да? 2. Одно для мяса, одно для. О, смотри. Скейте вешать как раз. Прям и как у Миши, 2 скейта, только черный. И шлем точно такой же. Мы дома, что ли? Привет, друзья. Привет. Я хочу тут прибыли, я не знаю. Слушай, реально, вы, Миша, и такой скейт есть, и такой скейт есть, и дочь такой же с шлем. Я обувницу гляну. Здесь обувницы ни у кого не встречали. Да. 50 баксов обувница такая. Слушай, ну цены адекватные. Цены московские, я бы сказала. С американскими-то зарплатами могли бы и побольше сделать ценники. Ты не подсказывай. Не, не подсказываю. Это тренировные. Меня никто не понимает. Ну, все как в Икее. Все функционально, классно. Все это самое, да, как надо. Со всякими контейнерами. Вот, смотри, можно этот. Шляпа, колечка. Чай. Вот, твоя любимая тема. Ну, тут есть съемка есть, как идти, да? Ой, в России тоже, наверное, есть. Это, 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 не знаю, не разных причин. Здесь можно лишь ткнуть и сразу пойти к номеру. Сейчас тебя назовут дикарем невеждой деревенчиной, который неизвестно, когда был в последний раз в московской Икее. Кто там в последнее время был вообще в московской Икее? Я тебе ложу. Особенно последний год, да? Да. Ой. Слушай, а так классно. Сюда можно прям приходить, отдыхать. Было бы поближе. Ну да. Ёлочка, смотри, камина не хватает. И как будто соседний дом виден в окно, смотри, и все, поклачь. Да, 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 да. Классно. Пошли диванчиком. Диванчик. Ой. Слушай, а моя любимая тема здесь есть? Скорее всего, потому что я видела на маркетплейсе продавали. Я сидела, она в дороге стояла. Да, ты что? И ты не смог взять? Я не стал брать. Она в любом случае мне в машину не влезла. Ага. Я спешу. Диванчики. Диванчики у них приколи достаточно, мягенькие, комфортные такие. Ну, мне кажется, они достаточно быстро в непригодность приходят. А что, тканевые они? Тканевые, их ведет, подушки эти. Ну, а листовая партира, тут мимо прокур. Гостиная, ливинг, дайнинг и китчен. Да, она что, где-то должно быть все спаянно. Смотри, а это почему пустое? Ну, стильная, просто такая штучка сам. Нарисуй сам. Ага. По-своему уху. Понятно. Лавочки, смотри. С игрушками мягкими. Да, кстати, смотри. Там такие штучки, там такие штучки, лавочки. Давай Миша такую игрушку купим. Он же любит. Да, он пару кукол скидал. Ну, будем надеяться, что... А сколько стоит такое? Долларов 25. Блин, ну он же прям на него похож. Не мешай ему смотреть телевизор. Миша вот так смотрит телевизор. Да, бутылочки. О, что, можно даже... Настоящее питье. Будем? Не, не хочу все это. Не хочется? А мусорка-то у нас круче, пап, смотри. Здесь вот такая. А у нас-то вот так. У нас лонады, сколько тебе не надо? Да, у нас же есть. Ой, е. Что ты ела? 100 долларов, да, да. А, 40, нормально. Я его что-то уже забрал здесь. Ну, что-то в Алиске. Ну, классно, классно. Как всегда, в Алиске. Красиво, функционально, компактно. Да, с учебным столом, это детское. Ну, да. Помнишь, как мы в Турцию ходили, учебные столы смотрели, охреневали просто. В переводе. 249, но тоже не дешево. 249 долларов, да. Такой небольшой. Собственно, как ты Олегу бесплатно нашел. Очень похож. Да? Да, да, похож на Олега. Не то, чтобы похож, а тот, что у Олега, он из Икеи. Это их прям стиль. Мы сейчас не удивлюсь, что найдем. Там какой-то душик только не хватает в ней, да. Ну, там какая-то перекладина, она не значит, честно. Перекладина, наверное, не было, да. Я не удивлюсь, что мы сейчас найдем точно такой же столик. О, нам такая елочка, может, нужна? А что на ней вешать будешь? У вас игрушки? Да. Класс. Сколько она стоит? 20 долларов, ну, недорого. Она, наверное, без игрушек, да, или с игрушками? Да, без игрушек, конечно. Стол такой большой. Эти, смотри, чем закрыты окна. Это не окна, это светящее панно. Да. Это дает эффект тебе, как будто это окно. А. А, так он не так. Понятно. Так и в нашей Икеи. Да. Что здесь? Опять подушечка под кукурузку, да, такая? Ага. Винный бар, смотри, стаканов, бутылок. Шкафы какие-то здесь. А здесь, смотри, здесь лимончик. Какие-то щитки. Ой. А тут колбаска с этими, с печеньками. Хочешь? Слушай, мне кажется... Шрипер. О, здесь закуски всякие, сырок. Клубничку будешь? Прикольный бар. Мне кажется, в России такого не было, Лёш. Что это? Импровизированная еда. А, нарисована? Вырезана. Прям вырезана и наклеена. Прикольно. Мне кажется, не было такого, да? На тарелку простую, да? Ага. Часики и киевские. Ой, мамочки. Мутают что-то там. Что-то, что-то. Что-то, что-то. А вы, кстати, ламинат положили, смотри. Ну да, в России тоже, что-то ламинат, ковролин. Вон киса даже там гуляет, смотри. Хвостик даже торчит. А этот кисен домик был. Ага. Классно. Девочки кладут. Думала, не буду снимать слишком много, но не получается, друзья мои. Здесь так много всего. Просто. Вам и моя первая любимая. Алексей, вот это любимое кресло. Тук-тук-тук. 400 с чем-то долларов стоит, 400 с 30. Ну, следи на маркетплейсе, какой ты цвет хочешь. Свет хочу. Желтый. Вот закат, видела? Вот такой уж только зеленый. Понятно. А вот это вот кресло я нашла. Такое кресло у нас в России было. Белого цвета сейчас покажу. Белыми чехлами, да. С белыми чехлами, да. Вот такое кресло. Алексея любимое вот это кресло. Они вот наверху разного цвета. Темно-синее, вон серое, бежевое. Может, в пятушке вот это вот. Можно в пальто сесть и слиться. А вон такое желтое не хочешь? Это не оно. Ну, я знаю, но такое кресло тоже желтое бывает. Не знаю. А вот кожаная, смотри. Да, не знаю. А по полгей. 500 с... Дороже? Такое тоже есть. 400 с тобой. Ой, а я здесь прям лежишь. Тоже классная. Вот такая вот красота здесь. А здесь Алексей увидел кресло, которое он родителям дарил. А ты сказал кресло. Это столич. Ну да, это столики. По-моему, темные такие вот столики обвозил. А здесь по акции 16 зачёкнут, а 12.99 оставили. Цены очень адекватные. Очень-очень. Ну вот они прям сравнимы с этими, с московскими ценами. Реально. Только зарплаты здесь раз, наверное, в 5. В 10, да, больше? Ну, наверное, да. Раз в 10, да. Вот, поэтому... Поэтому Америка лучшая страна. Соотношение цен-зарплат здесь просто... Ну, в головах у людей не укладывается соотношение это. Так, а тут закуток с какими-то свечками. Свечки, да. Нихей плачет. Вот здесь, смотри, какая-то классическая мебель стоит. Вот такой прям серьёзный стиль. Здесь прям как в библиотеку попал. Уфики все с кресла. Ага, цвета такие красивые подобраны. Шкафчики такие, всё для книг, для документов. Ну да. Красота. И там тоже этот самый... Лампочки здесь. Номер дома, смотри, даже прибили здесь. Ага. Семьсот. Опять целиковая квартира. Здесь раздеться. Здесь этот смотреть, не вижу. Готовить с классическими местами, холодильниками. Плита, глянь, какая прикольная. Людям понравится. Да. Глянь, такая бы устроила, да? Сколько здесь? Пять форсунок. Пять форсунок газовая. Держать это для ножей, раковина тоже. Баночки. Глянь, эти тряпочные ручки. А, кстати, да. Кожаные. Классно. Здесь место для приема пищи. А баночки, смотри, 6 баксов, да? Одна такая стоит. Да. Классно. Это маленькие шкафчики здесь. Так, дальше. Что здесь? Место для приема пищи, спальня. Детская комната. Совсем маленькая детская комната. Ага. Кровать. И то для коротышевых, ну, для маленьких детей, кровать. Да, хорошая. Ага. Я думаю, лет до 7 эта кроватка. Потом здесь что? А, здесь душевая с раковиной. Душевая с раковиной, шкафчики для всего. Все валяется, как дома. А, видал, дырки сюда бросаешь, а там вещи лежат. Прикольно. Мне понравилось. И здесь уже этот. Притом, что белая, черная сразу сортируешь. Да, да, да. Шкафчики. Китель, видно, повар кто-то тут. Мужчина-повар тут. Глава семьи. Это телевизор уже тут. Спальня. Окно. Книжные полочки. А вот и постельное белье. Снимаем. В организацию рабочих зон зашли мы здесь. Различные кресла, столы, письменные. Различные. Для бизнеса написано. Так, наверное. Для бизнеса. Здесь действительно глупо, прикольные. Кресло, смотри, 200 баксов какое-то. Игровое. Безвый стол, все под игрока. Давай, один такой мой, а другой такой. В общем, красота. Я люблю стиль Икеа. Есть идея, есть Икеа. Очень, очень даже. О, Леш, то, что тебе нужно. 10 долларов. Нормальная цена. Куча розеток. Сколько метров она стоит. Длина какая у меня. Две. Бери, конечно. Ты что? В фоллинг прайсе дороже. По полметра каждые. Маленькие они. Да. Они не удлиняют, они просто развязвляют. Что, надо? Не знаю. Пойдем, пойдем. Еще посмотрим. Может, будут по длине они. Полметра это совсем коротко. Ну да. Лампочки. Сейчас я тебе застолкнула в столе. Угу. Я такой монитор нашли. Ну да. Кристос. Он этот. Регулируется по высоте. Вниз, вверх, стол. Шестьсот долларов такой стол. На стол не есть, а там у нас, да? А? У Миши, у Валеры, то есть, у лампы на столе есть. У Миши тоже есть. У Миши тоже есть.